Я просто хочу сказать, знаете, что закон-то сеяния жатва тоже не отменили, потому что мы сейчас говорим о том, что мы должны трудиться, мы должны быть в благословении, да, своим трудом, что Бог благословит труд наш, труд, дело рук наших, но также есть и чудеса, когда Бог, Он взращивает, Он умножает то, что мы сеем. Поэтому в нашей жизни было очень много чудес, именно когда мы сеяли. Я не забуду никогда, когда мы отдали эти ваучеры, которые у нас были, для меня это было целое, казалось, состояние, мы пожертвовали это, но мы взяли и написали, что мы хотим в результате этой жертвы, и мы написали, что мы хотим трехкомнатную квартиру в центре города с телефоном. И вы знаете, когда мы вернулись в свой город после библейской школы, то через какое-то время мне нужно было рожать третьего ребенка, и Бог, Он дал нам эту квартиру чудесным образом, потому что это не мы сделали, это не мы приобрели, не мы заработали, да. Просто одна семья пришла и сказала, что, знаете, Бог вложил в наше сердце купить вам квартиру, пойдите и найдите себе квартиру. Я думаю, что вот эти чудные девяностые, мы как-то ушли от этого, от этого закона Божьего. Нет, это сейчас есть. И вот сейчас, да. И работает. Аминь. Аминь. Пусть это работает, и я просто хочу даже сама... У тебя чудные девяностые сейчас. Сама в себе. Чудные вечные. Возбуждаю этот внутренний, да, возбуждаю себя к тому, что это же все было, и это никуда не ушло. Аминь. И Бог остался тот же. Аминь. Его рука такая же, и Он точно так же отвечает на нашу веру. Аминь. На нашу веру, когда мы сеем с верой. Бог, Он начинает просто давать нам умножение того, что мы посеяли. Аминь. Ничего не изменилось. Да, мы сейчас живем в 2021-м, в 2021-м годе. И, конечно же, многие в жизни вещи поменялись, и политика изменилась, и много, чтобы мы сами изменились. Но мне так хочется вернуться в то состояние, которое было, потому что Бог, Он все тот же. Аминь. И Его рука, она не сократилась, чтобы давать. И Его сила, она никак не стала меньше, чтобы умножать, посеянное нами. И Его любовь, она не стала к нам меньше. И Его взгляд на деньги точно так же не изменился, потому что Он до сих пор хочет благословлять свой народ, как Он благословил Авраама. И так здорово было сказано, что там было перечислено. Вы представляете, насколько Бог заинтересован в том, что Он все видит, Он все замечает, Он все прописывает. Кто сколько дал, сколько этот Соломон пожертвовал, сколько там люди принесли, сколько как Авраам получил свое наследие. Поэтому никто не отменил Божий закон. Знаешь, Наташа, у меня к тебе есть слово. Тебе не надо возвращаться туда, в прошлое, потому что это действительно, это твое будущее. Аминь. Я тоже переживаю давление, я переживаю за то, как все будет. И мы понимаем, что мир очень изменчив. И людям приходится учиться на новые специальности, новые работы. Людям нужно переезжать из места в место. А сейчас, наоборот, получилось так, что люди не могут выехать из своих городов или тех мест, где они оказались запертыми во время пандемии, например. И все очень сильно меняется, и есть давление на каждого из нас. Но я себе напоминаю, что мой Бог — это Бог изобилия. Я не даю страху, чтобы приходить в мое сердце, чтобы мои поступки, мои планы были продиктованы страхом. Страхом, который заставляет укрываться, страхом, который останавливает вот это развитие, останавливает взгляд. Фокусируясь только на себе, как защитить себя, как защитить кого-то другого. Чтобы в моем сердце был этот дух щедрости, дух даяния, чтобы река Божьего изобилия текла через меня, текла через жизни моих детей. Я побуждаю их быть жертвенными, любить Бога, любить людей, отдавать свое время для служения другим людям. И, конечно, отдавать время для дружбы, для того, чтобы встречаться с людьми, которые дороги, которых Бог помещает в жизнь. Друзья, это огромное богатство. И именно эти благословенные взаимоотношения, я верю в том числе, дают мир и силу приобретать финансы, приобретать ресурсы для того, чтобы любимые были защищены, чтобы они были благословлены, чтобы была крыша над головой, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Поэтому говорите себе, мой Бог изобилен, провозглашайте в свою жизнь то, что записано в Священном Писании, что Бог хочет и дает вам жизнь с избытком. И это та самая тема, которую Илья, пастор Илья, стал делиться в предыдущем блоке. Это слово просто, оно очень волнует и наполняет меня. Я хочу попросить тебя его продолжить, потому что это мощное послание, сильное послание. Я хочу сказать, вот слава Богу за вас, вот мы в одном духе, я хочу раскрыть по поводу сеяния и жатвы. Мы должны знать, что это работает. Это даже не закон Моисея, потому что кто-то говорит, это якобы вот закон, Бог нас искупил от закона. Это неверно, потому что сеяние и жатва было до закона. Это было в Эдемском саду, потому что Бог сделал так все человека и сказал, плодитесь, то есть сейте деревья все. И он сказал, сейте. Это не закон Моисея, это не Моисея вообще придумал. А это сам Бог вложил и он именно вдунул вот это и сказал им, чтобы они плодились, размножали, то есть сеяли и пожинали. И, вы знаете, Иисус Христос, он вернул нас опять в Эдем. Поэтому важно, вот я хочу вот это изменить, потому что, как вот знаете, некоторые говорят, сейни и жатва, это закон, это не то, то есть Бог нас, мы искуплены от закона. Типа проклятия, да. Да, это абсолютно не так, это для нас огромное благословение. Это признак жизни. Конечно. Это признак жизни. Это великое благословение, друзья. И, к сожалению, многие неверующие лучше об этом знают. Они в это верят, они убеждены. То есть посеешь и пожнешь. Поэтому нам надо в это поверить и вообще принять. Это наше, это Бог создал для нас, для нашего благословения. И вот важно понять, Писание говорит, что посеешь, то и пожнешь. Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Это принцип жизни, которая работает всегда и будет работать всегда. И это для нас благословение. Мы должны это понять. И вот я вам такую вещь одну хочу сказать, что касается сейни и жатва. Вот несколько вещей раскрыть. Номер один это сейни, номер два сжатва. Потому что многие, кто-то, ну не многие, а кто-то сеет, но не могут пожать. Почему? Потому что надо знать, где жать. Ну и второе, что нужно уметь собрать еще сжатву. Это вообще тема другая. Понимаете? Я могу сейчас посеять картошку, но я не знаю, как ее собрать. Вот. И мы должны вот эти моменты тоже понимать. И я об этом немного скажу. Но сначала по поводу сейни. Вот смотрите, дорогие друзья, если мы хотим получать сверхъестественную жатву, мы должны сеять сверхъестественно. Если я хочу много сжать, мне нужно много сеять. И это работает всегда, это работает у всех. Мы должны вот это понять. Номер два. Мы должны суметь сжатву собрать. Потому что мы иногда сеем, но мы не знаем, откуда сжатва придет. А мы должны это знать. Вы знаете, это как пример. Вот представьте, я где-то посадил. И я забыл где. И я даже не знаю, жатва моя где. Вот я убежден на все сто процентов. Это однажды мне Дух Святой открыл. Я задал вопрос Богу. Как пожинать. Вот такой, не как пожинать. А где моя жатва? Потому что я сеял. Вот ну и не то, что знаете. Немного сеял. Я не жду вот так вот, что я один раз посеял там вот. Ну и где? То есть нет, не так. Хотя Писание и так говорит. Если посеешь, то ты пожнешь. Даже что касается испытайте меня. Попробуйте. Посейте. И вы пожнете. Я вам хочу сказать, это работает. Испытайте. Идите картошку, посейте. Вы сто процентов пожнете. Вы понимаете? То же самое, когда я сею Богу на служение. Или вот просто сею. Ты пожнешь. Испытай. Попробуй. Это сто процентов работает. Но вот я на протяжении длительного времени я сеял. Вот стабильно. Каждый раз. Десятую часть. Да и какую десятую. То есть, наверное, я всю свою жизнь процентов 50. Даже больше, наверное, всех своих финансов сею. То есть, на сегодняшний момент, это процентов 70. Мы посчитали женой. 70 процентов, вот то, что мы получаем. И я там сказал, что это моя работа. Но я с церкви не получаю. У меня есть другие источники, откуда я получаю. Естественные источники. Потому что все, что ты получаешь с церкви, ты обратно в церковь. Я даже не получаю. У меня нет официальной зарплаты. То есть, она просто там остается, растворяется и все. Но 70 процентов моих, вот то, что я получаю. Именно от определенных дел. И как же ты нашел? Я задал Богу вопрос. И он мне открыл по поводу сжатвы. Что ты должен знать где. И вот смотрите, чтобы это знать, нам мудрость нужна. Вот что нам нужно. Потому что Слово Божие говорит, что больше всего, что надо искать. Мудрость искать. Притча, там так много об этом написано. Мудрость нужна. Понимаете? Я понял, я даже об этом не думал. И есть принципы, как высвободить мудрость. То есть, ты знаешь, где тебе пожать. И как собрать ее. Вот для этого мудрость тебе нужна. Обычная мудрость, которую Бог дает. Обычная божественная мудрость. Да. И вот на самом деле, я вам хочу сказать, ее легко получить. Потому что часто мы не по слову говорим. Потому что Слово Божие говорит, если не хватает, попроси, и дано тебе будет. Без упреков. Вот все просто. Мы иногда думаем, что это вот мудрость. Где же ее взять? Легко. Слово Иаков говорит, легко. Бог всем мудрость дает. Вообще всем. Это неправда. Но я сначала хочу другое сказать. Ну, по поводу мудрости. Ну, как ее высвободить? Буквально недавно ко мне позвонил один бизнесмен, предприниматель с нашей церкви. И он попросил совет. И я даже, ну, хотел ему сказать, я не советчик. Ты ко мне звонишь, я же не бизнесмен. Откуда я могу знать? И он сказал такие слова. Мне мудрость нужна. Можешь подсказать? Вот это сильный запрос. И он мне говорит, как бы поступил ты? То есть, да, и я даже не знал, что сказать. И мне слово пришло. Советующимися мудрость. Да. Так говорит Божье слово. То есть, как высвободить мудрость? Друзья, вот первое. Мы должны, так слово говорит. Это вообще ангел. Мудрость это ангел. Ну, я сейчас даже не буду... Углубляться в ангела? В духовное это идти. Но это дух. Как его получить? Его нужно высвободить. То есть, советующимися, если я с кем-то советуюсь. Вот, например, по какому-то вопросу. Я могу позвонить к вам и посоветоваться. Вот послушайте, через это освобождается мудрость. Вот именно этот дух приходит. Вот я начинаю советоваться. То есть, и вот что-то начинает происходить. Божественная мудрость сходит. И самое главное, я еще не просто, знаете, даже мирского совета, а Божьего. Как Бог. Вот что вот нужно, чтобы соответствовалось с Писанием. И я начинаю советоваться. Понятно, надо еще знать, с кем советоваться. Но я, может быть, с одним человеком, с другим, с третьим. Вот, послушайте. Многие вещи, если мы будем советоваться, мы избежим проблем на процентов 80 уже. Многие люди попадают из-за этого, что они не советуются. И у них нет мудрости. Сколько мы принимаем решения, знаете, в горячке такой. Вот даже кредиты. Взять кредит. Вот у тебя захотело, вот хочу. И все. И как одержимость такая. Посоветуйся. Посоветуйся с женой своей. Посоветуйся с кем-нибудь. Позвони. К пастору позвони. Я не знаю, к бизнесмену какому-то позвони. Не просто по поводу кредита, а по поводу... К нескольким бизнесменам, на самом деле. Конечно, конечно. К нескольким людям, у которых есть эта мудрость управляться деньгами. И вот через это уже мудрость к тебе придет. Номер два. Писание говорит, что если не хватает мудрости, попросите, и вам будет дано. Только верьте, что вы это получите. Получайте. То есть о чем речь? Речь о том, вот как мы начали с этого, в притчах написано, что ищите мудрость, возжелай ее, возлюби мудрость больше всем. Потому что за мудростью что стоит? Слава и богатство стоят. Если ты найдешь мудрость, за мудростью стоит слава и богатство. То есть если речь о деньгах, мы хотим денег и хотим, ну, просто, скажем так, нам мудрость нужна. И поэтому вот Писание говорит, попроси, то есть обрати на это внимание. Начни взывать к мудрости. И она отвечает. Писание говорит, даже мудрость она взывает, она ищет. То есть когда кто-то к ней обратится, но мы часто даже не обращаем на это внимания. Я понял сам по себе, сколько раз я принимал решение вот так. Ну что, берем? Берем. То есть все. За компанию. А вот в этих моментах что надо? Воззови. А что вообще бог думает? Вот как мне правильно поступить? То есть и ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь взывать к мудрости. Обращаться к ней. И просить, господь, мне мудрость сейчас нужна в этом вопросе. Друзья, вы даже себе представить не можете, как это сильно работает. Вот я вам, ну, это факт. Вот по любому вопросу. Это не то, что знаешь, вот ты сидишь и ничего не делаешь, мудрость мне нужна. Она тебе не нужна, потому что ты ничего не делаешь. Но когда ты двигаешься в служении, принимаешь какие-то решения в работе, в бизнесе, вот позови к мудрости, научитесь быть степенным. Я ищу этого. И я тебе хочу сказать, что это есть. И я еще могу засвидеть, что много наших зрителей просят о мудрости. И просят, чтобы мы молились тоже, чтобы приходила к ним мудрость. И я хочу также, друзья, обратиться, если вы слышите нас, если вы слышите этот прямой эфир. Просто у меня, вот все наше включение, пока мы общаемся с вами, у меня просьба, чтобы вы писали ваше молитвенное обращение, как обращение веры. Чтобы это была не только фиксация той проблемы, в которой вы оказались. По здоровью много есть ситуаций по онкологии. Или есть экзамены, есть нужды в жилье, кредиты и так далее. То есть много разных ситуаций. Но я вас очень прошу, чтобы вы, если вы нас слышите, если это слово работает в вашей жизни, откликается, пишите «Я благодарю Бога, я принимаю это слово, я принимаю мудрость, я принимаю то, что Бог нас выводит из онкологии лёгкого, я принимаю то, что Бог нас выводит и даёт нам финансы на приобретение собственного жилья», как пишет Ерикана Тарбаев. Мы очень сильно нуждаемся, и Бог покрывает эту нужду. Пишите и исповедуйте это прямо сейчас. Прошу молиться за Камилу, чтобы она успешно сдавала экзамены. Мы благодарим тебя, Бог, за то, что ты даёшь мудрость и силу Камиле пройти через экзамены, успешно сдать. И этот ангел мудрости, он с нею. И у Бога легионы ангелов, тысячи тысяч, мириады. Он творит всё новое. И у него бесконечный ресурс мудрости, благословений, возможностей, которые могут приумножиться в вашей жизни. И из семечек в вашем дворе вырастет благоуханный сад, благоуханные деревья. Будут открыты эти бизнесы, большие и маленькие. Как начинал пастор Илья, как Господь говорил через него, что Божьи праотцы, Божьи люди веры, наши патриархи веры, которым мы приобщились, христианство выросло на их примере. И Бог благословил их скотом, мелкими животными и крупными животными. И это мелкий доход и крупный доход. Ухаживайте за своими овечками, ухаживайте за своим домом, ухаживайте за своим садиком. Бог благословляет вас, исцеляет вас. Пожалуйста, реагируйте сейчас, напишите, что вы принимаете это слово, что вы получаете финансы, Татьяна пишет, надежду и обувь. Надежда Амирханян, вы получаете работу от Бога. Сапият, 4 месяца ищет работу, Господь даёт её вам, открывает ваши глаза, посылает вам те объявления, информацию, работодатели, которые будут с вами обращаться хорошо, которых вы будете благословлять своим добросовестным отношением, трудом. Вы будете благословлять улыбками клиентов и правильным также отношением к ним, потому что вы источник благословения, потому что вот то, что Господь говорил через Илью, что Бог в вас, Он не только рядом с вами, Бог в вас. Илья, я не могу, я хочу попросить тебя, не могу терпеть, я прошу тебя ещё раз, повтори это слово о креативной силе исповедания. Да, я сейчас это скажу, но я ещё хочу завершить и докончить. Давай, аминь, аминь. Вот, потому что, что касается мудрости, чтобы вы вот понимали, как её искать, то есть вам первое, надо обратить на это внимание, понять, что есть мудрость, и если ты обратишься к Богу, Он тебе даст, и написано, Он даёт всем, всем, вообще без проблем. Это вот ты даже скажите вслух, получить мудрость не проблема, это не проблема, для Бога это дух, это не просто, вот знаете, ты там пошёл, научился, вот, а это дух, и Он сходит просто на тебя, всё. И вот в каких-то моментах, когда вот что касается жатвы, сядьте, успокойтесь, вот войдите в молитвенное состояние, и обратитесь к мудрости, вот просто попросите Бога, чтобы Он вам дал мудрость для этого дела, чтобы Он вам начал показывать. И уделяйте этому вот каждый день время, каждый день. Вот просто начинайте об этом думать. Первое, вы почувствуете, что вы в какой-то, ну, войдёте в мир и покой. Потому что Писание говорит, гневливый человек, это глупый человек, то есть, знаете, вспыльчивый такой человек. То есть вы начнёте, станете более степенными, потому что вы начнёте обращаться к мудрости, и ваша жизнь, она начнёт на самом деле меняться, и к вам начнут приходить ответы. Это реально работает. Может быть, это так кажется просто, но это на самом деле реально очень сильно работает. Я вот общаясь с людьми, я понял, что люди вообще даже и не думают об этом. То есть мы часто живём, знаете, неосознанную жизнь такую, просто вот в суете какой-то. Делаем вот что-то, приходит, и мы не обращаемся к Богу, чтобы Он дал мудрости. Поэтому вот возьмите, это реально сильно, это работает, я вас уверяю. Вы будете видеть планы. Ваша жизнь за несколько месяцев, она может очень сильно измениться. К вам будут приходить понимания, где собрать жатву. И, конечно же, если вы не сеяли, у некоторых вот так вот. Нечего жать, да, потому что вы не сеяли. Также, вот быстро скажу, вы должны знать, что и где сеять. Это тоже очень важно. Потому что есть семя, которое надо, это для тебя. Мы же когда, знаете, картошку, например, пожали, что-то ты оставляешь для себя, а что-то ты сеешь. И вот мы должны, вот вы должны тоже эти моменты понимать, что сеять, а что себе оставлять. И это для этого тоже мудрость нужна. Тоже просите Бога, и Он откроет. Куда сеять? Где сеять? Понятно, если вы член церкви, сеете в церковь свою, сто процентов. То есть это никогда не ошибётесь. Ну, иногда бывает, что Бог показывает кого-то. И вот второе, что я хотел сказать. Здесь, знаешь, один момент, просто иллюстрация. Меня изумило то, что крестьяне, когда они собирали урожай, и вот касательно картофеля, они самые лучшие откладывали как семя для следующего урожая. Потому что получалась селекция. Они из лучшего выращивали следующие, оттуда выбирали лучшие. И лучшие семена всегда давали хороший урожай. Поэтому будьте мудрыми, действительно, будьте разумными, и откладывайте, и сейте лучшее, чтобы лучшее к вам приходило. Во имя Иисуса Христа. Да, также я хочу ещё одну вещь сказать. Это очень важно. По поводу Писания говорит, блажен кто думает, кто помышляет о бедном. Это очень сильная тема, которая внутри тебя просто расширяет. Потому что можно, знаете, стать сребролюбивым. Вот просто погрузиться в деньги, вот знаете, зарабатывать, взять и думать, вот и как бы служить мамонне. Вот чтобы этого не делать, мы должны в сердце своём, вот просто примите это, думайте об этом. Писание говорит, блажен кто думает о бедном. То есть блажен это счастлив. Даже если ты думаешь о бедных, о тех людях, кому хуже, чем тебе, это уже счастье. Когда мы начинаем думать о тех людях, кому сейчас сложнее, чем мне, думайте о них. Начните помогать им. Начните сеять туда. Вот в эти моменты. Это очень сильно сердце расширяет. И Бог начинает двигаться, вот потому что, ну, было с чистым сердцем Бога у зря. То есть вы будете видеть. Аминь. И расширяет как бы пути, чтобы благословить вас. Аминь. Когда мы расширяем, чтобы благословить кого-то, Бог получает доступ, чтобы благословить нас. Аминь. Аминь. Бог творил землю, человека, словом и духом. Все. Дух святой был, написано. Он носился над бездной. То есть не было ничего. Хаос был. И Бог сказал слово, и потом стало что-то происходить. Формироваться. Формироваться. Формироваться, да. Бог, Он творец. Мы образ и подобие Божие. И мы тоже творцы. Мы творцы своей судьбы, своего благословения, своей жизни. Жизнь и смерть во власти языка. Вот я сейчас вещь такую скажу, только не соблазнитесь. Не во власти Бога. Как бы так ни казалось. Потому что кто-то считает во власти Бога. Но в Писании написано во власти языка. Поэтому многие болеют, рано умирают и живут в поражении. Из-за своего языка мы наговорили. Просто проклятие в жизни. Никогда не говорите. На детей своих, на мужа, на жену в жизнь свою. Я больной. Все дураки. Дети больные. Банки плохие. Которые судили кредиты. Будут такие же алкоголики. Дети и так далее. И вот смотрите, когда мы просто говорим, мы уже творим. Но когда мы это творим, но когда мы говорим в Духе Святом, это не просто творение, а это сила, чудо творения высвобождается. И в этот момент, когда ты в Духе Святом, мы что-то говорим, высвобождаем правильные слова. То есть, то, что ты хочешь сделать, то, что ты хочешь в жизни своей видеть, начни это в Духе Святом говорить. И это начинает процесс сотворения. Дух Святой начинает творить. Начинает говорить, я благословение. Говори, у меня есть больше, чем нужно даже. У меня есть деньги, чтобы давать. Вот говорите это всегда. Говорите, что у меня есть всегда, чтобы давать. Я никогда не буду брать кредит, кредиты. Я имею божественное здоровье. Мои дети самые умные, самые благословенные. Моя жена самая красивая. У меня семья самая счастливая. Я счастливый человек. Я самый счастливый человек. Я самый радостный человек. Послушайте, даже если у вас нет ни одного процента того, что я сейчас наговорил, сотворите это в жизни своей. Духом Святым и Словом, с дерзновением, в помазании, просто начинайте, исполняйтесь Духом Святым. Молитесь на иных языках. Входите в его присутствие и говорите потом. С властью говорите. Все. И оно будет так. Аллилуйя. И я поэтому вас благословляю. И я высвобождаю финансовый прорыв. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю великую жадку. Слушайте, ко мне сейчас вот прям понимание пришло, что, как слово знание, пожертвуйте сейчас. Вот пусть это будет даяние сверхъестественное. И вы сверхъестественно будете пожинать. Там есть все реквизиты, на экранах вот то, что смотрите вы. Вы можете перевести деньги, финансы свои. И я молюсь, чтобы во имя Иисуса Христа каждое семя, оно принесло невероятный урожай, сверхъестественный урожай. Во имя Иисуса Христа в самое ближайшее время. И я высвобождаю слово чудотворения. Во имя Иисуса, вашу жизнь, что вы благословены, вы помазаны, что вы святы, что вы чисты, что вы праведны, что ваш дом, он будет свяжить Богу, что ваши дети, дети самые умные, что ваши дети счастливые, и они научены Богу, и они ходят в святости. Ваши дети любят Бога. Я сейчас это верой говорю, и происходит процесс сотворения. Ваша семья самая счастливая. Вы счастливы в браке. Вы будете наполнены днями, что вы имеете божественное здоровье. Вы имеете дух преуспевания, что куда вы будете приходить, то место, оно благословится, потому что ты благословенный во имя Иисуса Христа, что тебя будут желать народы, что не ты будешь брать взаймы, а у тебя будут просить взаймы во имя Иисуса, и у тебя будет всегда что давать. Это сейчас процесс сотворения запускается. Верой принимайте. И я также прямо сейчас высвобождаю слово сотворения. Закрытие долгов во имя Иисуса. Закрытие ипотек, кредитов, сверхъестественных. Я высвобождаю слово, что вы больше не будете брать кредиты во имя Иисуса, но вы будете давать взаимы. В имя Иисуса я благословляю вас. Аминь. Аллилуйя! И это чудесное, чудесное послание. Просто пусть оно звучит в вашем сердце. Просто поймайте это слово, держите это слово, повторяйте. Продолжение следует... Прямо сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»